На что обращает внимание мужчина при знакомстве с девушкой? Часто мужчины не те пошли, я ищу там одного из самого лучшего, а все какие-то не такие. Главное это, вот я бы так это описал, супермодная, супердорогая одежда. Нужно изображать довольность, когда хочется плакать. Нужно натягивать улыбку. Так ты мажор, тебе повезло. Ого, какая квартира! Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И в этом видео мы разберем три пункта, на которые смотрит, обращает внимание каждый мужчина при попытке знакомства с девушкой. Перед тем, как мы перейдем к сути, прямо сейчас подписывайся на канал, ставь лайк и смотри это видео до конца. Первое, на что смотрит каждый мужчина, конечно же, это внешность. И это касается не только мужчин, девушки, женщины точно так же. И кто бы что ни говорил, что внешность мужчины не имеет значения, мужчина не должен быть красивым. Главное, чтобы мужчина был красивее, немножко красивее обезьяны. В любом случае, все мы в первую очередь смотрим на внешность, а мужчины тем более. Что из этого следует? Если говорить про внешность, очень жато и коротко. Я считаю, что ключевое это ухоженность девушки. Ухоженность это не обязательно много макияжа или супер модная, супер дорогая одежда. Главное это, вот я бы так это описал, опрятная ухоженность. Это одежда не обязательно должна быть дорогая или самая модная. Это главное, чтобы это было со вкусом, чтобы это подходило самой девушке. И самое главное, чтобы сама девушка, женщина сама к себе хорошо относилась, глядя на себя в зеркало. И сама понимала, что, знаете, вот смотря на себя в зеркало, или идя по улице, или где-то идя по городу, чтобы она понимала, что я достойный, со мной все хорошо. Я считаю, что это ключевое. Второе, на что обращает мужчина, это на твое состояние, на твое так называемое настроение. И если посмотреть в городе, с каким настроением и состоянием ходят большинство девушек, то, конечно же, нельзя это состояние назвать радостным, довольным, классным, благостным. Зачастую это какая-то усталость, зачастую это трансляция какой-то недовольности, агрессии, что-то не так. Особенно, чем старше девушка, особенно тем девушкам, которым за 30, чем старше, тем как-то жизнь тяжелее становится, и это отражается, конечно, в настроении и состоянии. И это то, на чем нужно работать. И, конечно же, многие девушки думают, что за мое настроение и состояние ответственен кто-то. Вот сейчас придет какой-то мужчина и сделает меня счастливой. Или некоторые думают, что нужно как бы показывать, транслировать, что что-то у меня не так, чтобы провоцировать в нем состояние какого-то победителя, заботливого мужчины, чтобы делать эту женщину счастливой. Я сейчас скажу истертую до дыр фраз. Довольную женщину хочется делать еще довольней. Счастливую женщину хочется делать еще счастливей. И тут тоже есть разные некорректные трактовки. То есть кажется, что нужно изображать довольность, когда хочется плакать. Когда грустно хочется закрыться под одеялом, нужно натягивать улыбку. И кажется, что, например, лично я этому учу изображать из себя некий внешний фасад, чтобы кого-то привлечь или чтобы улучшить отношения. Даже если бы я тебя заставил или очень сильно рекомендовал изображать улыбку, это невозможно. То есть один, два, три дня можно изображать улыбку. Но рано или поздно мы скатываемся в то состояние, в котором мы и были. Поэтому здесь нужно разобрать не как изображать настроение, а как, что ухудшает мое настроение, какая тяжесть у меня внутри, обиды, претензии, прошлое, что я с собой тяну ежедневно в настоящее будущее, что это зачастую портит нам настроение. И поэтому важно прорабатывать моменты в прошлом. Для этого есть тренинги, для этого есть образование, обучение. Прорабатываться в прошлом, и тогда ты будешь становиться легче. И тогда тебе не нужно париться о том, как себя кого-то изображать, чтобы кого-то привлечь, или чтобы нравиться мужчинам. Значит ли это, что если девушка условно в плохом настроении, что значит все, с ней мужчины знакомиться не будут. Все, конец. Конечно, будет. Вопрос в том, какие мужчины. Вопрос в том, увидеть, конечно, в идеале тебе разницу, когда ты в одном настроении и состоянии, и когда ты в другом настроении и состоянии, какие качества мужчин, качества отношений к тебе. И когда ты увидишь качественную разницу, тогда тебе все больше будет понятно, что же такое женская сила. Что же на самом деле такое женственность, женская прокаченность и почему есть смысл в это инвестировать и насколько сильно расширяются рамки жизни, рамки понимания жизни и отношений. Еще один пример можно привести. Люди так называемые нытики. Если женщина ноет, ну она не привлечет победителя, она скорее всего привлечет такого же нытика. И да, вам будет прикольно на первом свидании вместе поныть, вам будет казаться, о мы понимаем друг друга, все мы против этого президента или все мы против этой плохой страны. Вначале это прикольно, потом это не прикольно. И получается два нытика ноют в своем болоте, борются, сражаются и ни к чему хорошему это в итоге все равно не приводит. Я за позитив, я за созидание и за то, что нужно работать. И это постоянная работа над своим состроением, над своим настроением, над прокачкой себя. И третье, на что обращает каждый мужчина, это конечно же мышление. То, как женщина мыслит, то, как она размышляет, какие она выводы делает по поводу мира, по поводу поведения мужчины или поступков мужчины, по поводу происходящего. Например, однажды ко мне в гости пришла девушка, и это была квартира, которую я снимал. Эта квартира относилась к высокому уровню квартиры. И когда девушка зашла, она такая, ого, какая квартира. И она говорит, ты мажор, так ты мажор, тебе повезло. О чем это говорит? Что в ее мышлении, если у мужчины такая квартира, значит он мажор, значит он оказался в каких-то обстоятельствах или ему повезло. Это говорит о ее мышлении, это говорит о ее рамках. Говорит ли о том, что это плохая девушка или хорошая, это не об этом. Это просто говорит о том, как человек мыслит. И поэтому можно уже сделать вывод, как она относится к деньгам, как она относится к богатству. Как она относится к возможностям и как она считает, можно ли добиться крутых результатов в жизни. Или же она, скорее всего, считает, что это невозможно, это везение. Или же пример. Девушка на свидание может сказать, сейчас сложно найти хорошую работу. О чем это говорит? Это девушка, которая считает, что работу нужно искать. То есть она мыслит как? Что не нужно становиться, она не мыслит так, что нужно стать классным, например, специалистом, классным человеком в какой-то сфере. И тогда у тебя работа будет. Тогда тебя возьмут на любую работу, даже самую классную. Для этого нужно соответствовать. То есть человек мыслит так, что те, кто говорят, что работы сейчас нет или мало, это те, кто не считает, что мне нужно прокачиваться как профессионалу, чтобы не я искала работу, а работа искала меня. И я вам скажу, как руководитель компании, в которой десятки сотрудников, у нас всегда десятки вакансий, и нам очень сложно находить действительно высококлассных специалистов. Или же тоже простой пример, когда девушка жалуется на бывшего, когда она плохо отзывается о бывшем, или когда она плохо отзывается в принципе о мужчинах. Говорит, что сейчас мужчины, очень сложно встретить нормального мужчину, сейчас мужчины не те пошли, я ищу там одного из самого лучшего, а все какие-то не такие. Ну тот же пример, если мужчина на свидание отзывается плохо о бывшей жене, о бывшей девушке, я бы скорее говорил бы, что с этим, этого мужчину нужно обходить стороной. И конечно же ключевой вопрос, который тебе себе нужно задавать как девушке, это какого мужчину я хочу. Потому что чем выше уровня мужчину ты хочешь, чем выше твои запросы, тем больше вопросов нужно задавать себе. А точно ли я соответствую этому уровню мужчины? А точно ли я смогу с ним быть? А точно ли это не просто какие-то мои мечты, а реально адекватно я понимаю, что нам вместе с этим мужчиной будет хорошо. Не только мне с ним, но и ему со мной. Или наоборот, да, девушка может, что часто бывает, она не стремится к высшему уровню мужчин, да, она, например, говорит, что таких не существует, или они плохие. Поэтому я выберу более удобного мужчину, и его буду подтягивать, учить, тренировать, и он дотянется до моего уровня, вдохновляет им и так далее. Я перечислил три вопроса, три пункта, на которые обращает внимание каждый мужчина. Не то, чтобы он, он такой, так, первый пункт она прошла, второй прошла, третий прошла. Нет, это происходит спонтанно, это происходит машинально. Эти выводы делаются даже неосознанно. Поэтому, если ты хочешь еще больше разобраться, более детально в этих трех пунктах, если ты хочешь понять, как же на самом деле работать над собой, что же на самом деле такое женская прокаченность, женская уверенность, как же на самом деле создать по-настоящему классные отношения, прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях и делись этим видео с подругами. До встречи!